МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба телеканала Брянская губерния продолжает свою работу в эфире программа события в студии Марины Николаевны. Спонсор выпуска фабрика Мебельград. Старинные пиратские карты, сокровища и приключения. Все это атрибуты детской мебели Фрегат от Мебельград. Фотопечать на фасадах с эффектом выжигания. А также большое количество самых разных модулей позволяет вам создать атмосферу, романтики и комфорта в комнате вашего ребенка. Фрегат от Мебельград. Подробности в салонах Мебельград, а также на сайте мебельград.ком. Брянск посетил заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов и депутат Нижней Палаты Российского парламента Владимир Афонский. В правительстве региона прошла рабочая встреча с губернатором Александром Богомазом. Реализация национальных проектов, работа предуниверсария, развитие медицины стали центральными темами встречи. Сергей Неверов на Брянщине не впервые. Регион ему знаком. Позитивные изменения последних четырех лет гость оценил высоко. Очень заметно меняется Брянщина. Мы с вами проехали, конечно, хорошие чистые дороги, ремонтированные проспекты, появляются новые социальные объекты. Это очень важно, потому что люди как раз это оценивают, потому что это влияет на качество жизни наших граждан. Александр Богомаз поблагодарил Сергея Неверова за законодательную поддержку при выделении средств на строительство Дворца единоборств в Брянске. Это будет крупнейшее современное сооружение, которое позволит дать новый виток развитию спорта в регионе. Капитан сборной России, наш Артем Исипенко, сегодня семикратный чемпион мира. Мы думаем, что он и дальше будет завоевывать. И сегодня сильнейшая школа самбо, сильнейшая традиция. Отдельно коснулись аграрных успехов в Брянской области, развития животноводства. Мы по этому году произведем 500 тысяч тонн мяса, через три года это будет 800 тысяч тонн. То есть строятся еще сеноуческие комплексы и севские. Строится фидгот на 80 тысяч голов, уже 10 тысяч заселены. Вот это откормок РС. И строятся сеноуческие комплексы, миллион голов. Копно-рогатого. Копно-рогатого, да. Миллион голов будут построены. У нас сегодня хорошие показатели и растеневодствия. Мы за пять лет увеличили производство зерна в три раза. И овощеводствия открыли буквально в выходной день новый современный технический комплекс, носимый в 2 вектара. Правильно подметили, что для дальнейшей развития себя важна социальная сфера. На Брянщине аграрный комплекс очень мощно развит. Вы достаточно хорошо представлены на рынке. Но сейчас, конечно, важно внимание обратить на социальную составляющую села. Это и, конечно, здравоохранение, в первую очередь. Это и образование. Это и, конечно, социальный облик. Новый социальный облик села. Я думаю, что те задачи, которые обозначены президентом, являются и для вас, и для областной думы приоритетными. Создание современной инфраструктуры на селе – условия для занятий спортом подрастающего поколения. Здесь наш регион проводит большую работу. Уже в этом году мы начинаем именно строить в районных родах бассейны и ледово дворцы. Вот наша задача за ближайшие пять лет, чтобы в каждом районном центре был бассейн, был фок и был ледовый дворец. Учитывая транспортную доступность, чтобы дети, которые там живут, и в городе, в районе, и на селе, чтобы они имели возможность заниматься. Говорили на встрече о подготовке кадров для медицины. Брянский предуниверсарий в этом году примет больше сотни старшеклассников, которые пройдут серьезную подготовку и поступят в Сеченовский мед. Мы первые среди российских регионов так масштабно подошли к решению вопроса с кадрами для медицины. Ведется на базе медицинского вуза и переподготовка практикующих врачей. Коснулись вопроса обеспечения жильем медицинских кадров. Миллиард рублей уже выделен на покупку квартир. Эта программа будет работать и в дальнейшем. Елена Лыщицкая, Максим Кузнецов. События. Брянск. Заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов посетил Брянский предуниверсарий. Установочные занятия по химии там уже стартовали. 120 брянских ребят, которые решили связать свою жизнь с медициной, начнут обучение в сентябре. Провели для гостя экскурсию по современной пристройке к 59-й школе. С открытием новой пристройки 59-я школа стала современным образовательным кластером. Здесь созданы все условия для получения качественного образования, дополнительных занятий спортом, творческого развития школьников. После введения пристройки в целом получился такой огромный большой комплекс, очень богатой инфраструктурой. У нас в распоряжении имеется бассейн, два спортивных зала, тренажерный зал, хореографический зал, огромный стадион с оборудованными беговыми дорожками, отдельные игровые площадки, турники и так далее. Сегодня 1400 ребят учатся здесь в одну смену. На год до окончания ремонта в собственном здании на четвертом этаже разместился медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области. Экскурсию для гостей проводит директор. Нам отдано целое крыло, уже сформировано 4 класса, общее количество учащихся 120 человек. При этом средний балл аттестата 4,83, 43 красных аттестата. Важно, обучаются здесь ребята бесплатно. Среди российских регионов Брянский предуниверсарий первый и уникальный в своем роде. Установочное занятие по химии в одной из групп. Учебные классы оснащены самым передовым оборудованием. Здесь и продолжатели врачебных династий, и те, кто, следуя мечте, выбрал быть врачом. Я никогда не задумывалась об этом. Я всегда с детства знала, что я буду доктором. У меня вся семья, доктора, многие поколения. Я считаю, что врач – это мое призвание. О чем говорит первый мед, вот мы постоянно с ними на постоянном контакте, они прямо на ранней стадии обучения будут определять, у кого к чему склонность. Такой масштабный и разумный подход на перспективу к решению вопроса с кадрами для медицины получил высокую оценку Сергея Неверова. Самая главная верность выборной профессии – это на самом деле очень благородная профессия быть врачом. Это спасать людей, так сказал молодой человек. И, конечно, самое главное – сделать все, чтобы в нашей стране были здоровые люди. Потому что нам нужно развивать страну, вам ее нужно поднимать. Вы – будущее нашей страны, и вы должны сделать так, чтобы наши граждане были здоровы, умные и страна сильная. – Надеюсь, вернетесь все назад? – А им потом другого выхода нет. Три года нужно отработать, как минимум. Но за эти три года, если уже будет семья, то мы дадим квартиру, а потом получат собственность. То есть все условия. Но три года – это как обязательство. Чтобы они тоже понимали, что мы не просто возготовим. Кладываем средства, свое время, деньги в основу бюджета. Для того, чтобы вы вернулись на родину. Повезло вам, что вы живете на Брянске. У учащихся предуниверсария своя форма. И у каждого значок с символикой учебного заведения. Такие же на память подарили гостям. Елена Лыщицкая, Максим Кузнецов, Игорь Винничук. События. Брянск. Вся страна отмечает день рождения одного из главных символов нашего государства. Российскому триколору исполнилось 350 лет. В Брянский праздник отметили на площади воинской славы. В масштабной акции участвовали представители власти, члены молодежных и трудовых организаций города. Государственный флаг России празднует 350-летие. Впервые знакомый каждому триколор был поднят на русском военном корабле «Орел». Сегодня на площади воинской славы жители Брянска собрались вместе, чтобы отметить день рождения одного из главных символов страны. Наш триколор вдохновляет россиян на трудовые и ратные подвиги. Научные, культурные и спортивные достижения. Именно под этим флагом состоялось историческое воссоединение России с Крымом. Важно воспитывать в наших гражданах, в подрастающем поколении, трепетное, уважительное отношение к государственным символам. В этом проявляется любовь к нашему народу, его истории, традициям и духовному наследию. На праздничную акцию пришли несколько сотен человек. Не осталось в стороне и брянская молодежь. Российское движение школьников, Брянский молодежный центр, студенты областных вузов и колледжей устроили танцевальный флешмоб. Бевать! Бевать! Россия! Россия! Бевать! Страна! Российский флаг – это один из самых главных символов государства нашей страны. У нас молодежь сегодня очень патриотическая. Независимо от того, что рабочий день, независимо от того, что у студентов каникулы, самое такое. Ну, вы же сами видите, что молодежь приехала, все с удовольствием, с хорошим настроением. Своё выступление жителям города подарил военный оркестр Росгвардии. А в завершении праздника юные патриоты Брянщины развернули на площади полотнище с российским триколором. Валерия Бурносова, Сергей Дюков. События. Брянск. Накануне праздника наша съемочная группа вышла на улицы Брянска, чтобы узнать у горожан, с чем у них ассоциируются три цвета главного российского символа. Белый – это значит чистота, что-то такое светлое. Синее небо, чистое небо получается, что нет войны. Красный. Давайте цветы будут, розы. Приятный запах, красота. Естественно, со службой различных вооруженных сил, поскольку мы под этим флагом, Россия побеждала везде и всюду. Небо, море и гордость за страну. Синий с небом. Красный с победой Великой Отечественной. А белый – это, наверное, свобода. Белый – это, наверное, небо. Синий – воздух. Красный – наша основа. Красное знамя и все это у нас с атрибутикой связано. Со снегом, синий, с морем. Ну а красный, конечно, с чем он ассоциируется? С победой. С чем может еще ассоциируется красный цвет? Крови сколько пролилось, какой ценой победили Великой Отечественной. И до сих пор еще отголоски. Дружба без границ. В оздоровительном лагере «Искорка» стартовала международная смена «Радуга». На этот раз, ставший уже традиционным, фестиваль собрал активную и талантливую молодежь из Орла, Калуги, Донецка, Луганска, Северодвинска, Болгарии и Республики Беларусь. Каждая поездка в лагерь – это наш праздник. Праздничка мы ждали, праздничка мы ждали, гостей созывали, гостей созывали. Не смена, не фестиваль, а именно праздник. Праздник дружбы, у которой нет границ. Так относятся к «Радуге» и участники, и организаторы. Дети приехали из разных стран, и они общаются между собой. И, возвращаясь домой, они расскажут своим сверстникам, своим взрослым товарищам о том, что город Брянск – это город, который любит и ждет гостей, и здесь люди живут хорошо и дружелюбно. Из разных городов и под разными флагами, но с одной целью – найти новых друзей. Каждый год в конце августа в Искорке собираются десятки молодых людей. Для многих международная смена уже стала неотъемлемой частью летнего отдыха. Это уникальная возможность познакомиться с культурами разных стран, познакомиться с ребятами из разных стран, обменяться контактами, узнать очень много нового и просто очень хорошо провести время. Тодор в седьмой раз привозит выскорку школьников из болгарского городка Дубница по братиму Брянска и не перестает восхищаться атмосферой, которая царит в этом месте. Мастер-классы, творческие вечера, концерты, интеллектуальные и спортивные соревнования. Жизнь участников международной смены расписана по минутам. Ребята могут попробовать себя в самых разных направлениях, стать редактором газеты или даже поучаствовать в съемках собственного мини-фильма. Чем славен орел? С Москвы Лутовинова. Девиз «Лагеря не минуты покоя» и под этим девизом живут дети в лагере возродительной смены, ну и в смену «Радуга» тоже. «Радуга» – это уникальная возможность узнать, чем живут сверстники в других городах и даже странах. Поделиться собственным опытом и позаимствовать идеи и проекты у таких же молодых и активных. «Лагерь нам послужил такой базой в наших отношениях. Мы планируем в дальнейшие наши действия также взаимодействовать и после прохождения именно этого лагеря». «Очень нравится, на самом деле очень классно, хорошая атмосфера. Спасибо организаторам за этот форум. Молодежь очень активная. Мы с белорусами хорошо общаемся, болгары, Донецк». Помимо мероприятий в самом лагере участников «Радуги» ждет обширная культурная программа. В частности, уже в ближайшую субботу ребята отправятся на Свенскую ярмарку. Дмитрий Кузнецов, Игорь Венчук. События. Дядьковский район. В регионе продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Еще одним объектом программы стала улица Дзержинского в областном центре. На ней идет масштабная реконструкция. Так, на площади перед ДК железнодорожников по предложению автоинспекторов обустраивают кольцевую развязку. Какие еще изменения ожидают водители и пешеходов на улице Дзержинского в нашем репортаже? Центральная площадь Фокинского района. Сразу несколько улиц встречаются на ней. И если местные уже привыкли проезжать по этому участку улицы Дзержинского, то случайные водители порой просто приходили в замешательство. Ну-ка, все нарушали, ездили, кто хочет. Через площадь ездили. Автоинспекторы предложили либо обозначить бордюрами островки безопасности для совсем уж наглядного разделения потоков, либо обустроить на этом месте кольцо. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году начался ремонт улицы Дзержинского. Мощность объекта это 2 километра 125 метров и стоимость проекта 45 миллионов 978 тысяч. МКУ ЖКХ города Брянска разработала проект по капитальному ремонту, предоставила в госавтоинспекцию для знакомления. Госавтоинспекция изучила проект, опять же предложила устроить кольцевую развязку. МКУ ЖКХ как бы поддержали наши предложения. Не так давно здесь отфрезеровали старый асфальт, а контуры кольца обозначил бордюр. Вот я сейчас проезжал тут сегодня несколько раз, мне очень удобно. Думаю, конечно, польза в этом будет, потому что это как-никак разрузка, намного будет лучше на дороге. Площадь перед ДКЖД в празднике – место гуляний. Решается вопрос с оформлением центра кольца. Городские власти предлагают сделать его с твердым покрытием, что даст возможность большему числу жителей района видеть праздничные представления, например, на Масленицу и Новый год. Что будет внутри, или земельный покров, или это будут цветочки, или это будет асфальтовое покрытие, сейчас на этот момент рассматривается с учетом пожеланий администрации, жителей района. Позаботились и о безопасности пешеходов. Рядом парк, детская площадка. В центре района много отдыхающих. Для удобства и дополнительной безопасности жителей реконструируют переходы. Так зебра возле памятника Фокину обзаведется светофором с кнопкой. Нерегулируемый пешеходный переход, соответственно, будет в том месте демонтирован и будет обустроен регулируемый пешеходный переход в 50 метрах от этого нерегулируемую сторону улицы Севская, как раз между остановками общественного транспорта, которые там обустраиваются в районе пресечения с улицы Жуковского. В том числе и из-за дождливой погоды подрядчик несколько выбивается из сроков. Но мэрия держит исполнение контракта на особом контроле. За неисполнение контракта в срок подрядной организации применены штрафные санкции. В ближайшее время здесь положат асфальт, нанесут разметку, появятся знаки, дополнительное уличное освещение. Вдоль опасных участков установят ограждения. Артемий Маркелов, Александр Жучков, События, Брянск. Пополнение в рядах. 20 новых сотрудников УФСИН приняли присягу на торжественной церемонии, которая прошла на площади воинской славы. С напутственными словами к соправшимся обратились представители руководства УФСИН, а также ветераны уголовно-исполнительной системы. Вместе с тем были вручены ведомственные медали и очередные звания. Сегодня в день государственного флага Российской Федерации коллектив управления УФСИН России по Брянской области собрался здесь для того, чтобы вновь принятые молодые сотрудники приняли присягу. День этот добавляет чувство патриотизма, заставляет сотрудников взглянуть на службу с большей долей ответственности. 24 августа на Андреевском лугу развернется традиционная свенская ярмарка. Ключевая тема праздника – реализация национальных проектов в регионе. Каждому проекту будет посвящена отдельная тематическая площадка. Особое внимание организаторы уделили году театра. На театральном бульваре зрители увидят постановки на любой вкус – от классики до детских спектаклей. В связи с этим телеканал «Брянская губерния» объявляет фотоконкурс. Условия участия простые. Быть подписчиком нашей страницы в соцсети Инстаграм, сделать креативное фото, которое отражает самое интересное и запоминающееся на свенской ярмарке. Выложить фото у себя на странице с хэштегами «Брянская губерния» и «Брянская губерния конкурс». Победители получат призы от телеканала «Брянская губерния». Далее информация о погоде. Я напомню, что новости телеканала «Брянская губерния» доступны также на нашем сайте в интернете по адресу губерния.тв. Присоединяйтесь также к нам в соцсетях. А наш выпуск на этом завершен. Всего самого доброго и до встречи. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь.